Нефть проявляет себя как очень стабильный и сильный актив, который смог противостоять даже укрепляющемуся по всему спектру рынка долларам. Причем нефть не просто пошла вверх, но и резко подскочила до 82 долларов за баррель. Поводом стало не столько ожидание начала смягчения монетарной политики Европейского Центрального банка, а сколько пересмотр прогнозов по потреблению нефти в Китае. Последнее решение правительства Поднебесной по мерам поддержки банковского сектора убедили инвесторов в том, что спрос в Китае будет расти. А ведь Китай является крупнейшим импортером черного золота в мире. Учитывая еще и заметное сокращение запасов сырой нефти в Соединенных Штатах, а также предстоящее начало смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы, нефть вполне может продолжить свой рост. И мы видим на графиках, как фичерсы на нефть марки Brent продолжают укреплять свои длинные позиции после закрепления котировки выше 80 долларов за баррель и, скорее всего, завершат торговую неделю с приростом в 4%. Теперь на рынке отмечается рост стоимости актива выше 82 доллара, что сопровождается обновлением локального максимума, установленного в декабре, и в настоящий момент может предположить наличие временного признака перекупленности актива в краткосрочной перспективе. Тем не менее стабилизация котировки выше последнего локального максимума будет свидетельствовать о преобладании восходящего настроя, которое, вероятно, сохранится на рынке вопреки признакам перекупленности. Также следует учесть на рынке влияние вчерашнего заседания правления Европейского центрального банка. Как и ожидалось, его итоги привели к заметному снижению золота во многом из-за укрепления доллара. Но практически сразу же котировки вернулись к прежним значениям. Ведь начало цикла снижения процентных ставок, которого ждут уже этой весной, способствует перетоку капитала из долгового рынка в другие защитные активы, в том числе и в золото. Таким образом, золото получает отличный стимул для устойчивого роста и, вполне возможно, уже в обозримом будущем достигнет новых исторических максимумов. Российская валюта в целом последовала за всем валютным рынком и несколько ослабла. Так что доллар даже пытается закрепиться чуть выше 89 рублей за доллар. Правда, реакция рубля оказалась более сдержанной, нежели по другим валютам, так как внутренние факторы на данный момент для рубля имеют гораздо большее значение. Если доллару удастся удержаться выше 89 рублей, то начнется формирование диапазона с границами от 89 до 90 рублей за доллар. Однако ненадолго, так как уже на следующей неделе о сроках начала смягчения своей монетарной политики может объявить Федеральная резервная система. И эти ожидания вполне могут привести к тому, что доллару не получится закрепить свои вчерашние успехи и он вернется в диапазон от 88 до 89 рублей за доллар. А на этом у нас пока все. Мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. До встречи!